К какому бедствию готовятся Филиппины и Китай, что ученые нашли на дне океана и кому удалось разговорить собаку обо всем этом прямо сейчас? К концу недели на Филиппины обрушится мощный тайфун Манггут. С собой ураган принесет сильные дожди и порывы ветра более 200 км в час. Тропический циклон сейчас движется на северо-запад и по предварительным данным уже 15 сентября пройдет возле филиппинского острова Лусон, после чего двинется в сторону Китая. Пилоты авиакомпании Ryanair угрожают новыми забастовками. Протестующий уже несколько месяцев требует от руководства улучшения рабочих условий и повышения зарплат. В ответ на забастовки лоукостер пригрозил возможными сокращениями и даже увольнениями, если сотрудники будут препятствовать работе компании. Из-за массовых забастовок накануне в Германии перевозчик отменил почти 150 рейсов. В Египте для туристов открыли гробницу, возраст которой составляет не менее 4000 лет. В ней можно посетить две комнаты. Здесь был погребен влиятельный чиновник по имени Меху и его сын Меринра. Открытие исторической достопримечательности – одна из мер египетских властей, чтобы возродить интерес туристов к местной культуре и истории. На Нью-Йоркской неделе моды свою коллекцию представил индийско-американский модельер Наим Хан. В его весенних образах преобладают яркие цвета. Дизайнер искал вдохновение в 80-х годах прошлого столетия. В свое время Хан одевал первую леди США Мишель Обаму и герцогиню кембриджскую Кейт Миддлтон. Неделя моды в Нью-Йорке продлится до 14 сентября. Житель Ванкувера выставил на продажу необычный автомобиль. Канадец взял кузов раритетного Кадиллака и установил его на платформу Ратрака – специального транспортного средства на гусеничном ходу, который используется на горнолыжных склонах. Кроме этого, модифицировал переднюю часть машины, установив вместо колес лыжи. Владелец надеется продать автомобильного монстра уже в ближайшие пару месяцев. Три новых вида рыб обнаружила группа ученых из 17 стран на дне Тихого океана. Для этого им пришлось опустить специальные камеры ловушки на глубину 7 тысяч метров. Рыб отнесли к семейству лепаровых – морских слизней. У них отсутствуют зубы и чешуя, некоторые наполовину прозрачны. Новым рыбам дали временные названия – фиолетовый, синий и розовый – в соответствии с их расцветкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова